Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас вот такой вот симпатичный узорчик. Вот так вот он выглядит. Такие интересные то ли бутончики с изнанки. Ну, с изнанки ничего особенного. С лица он симпатичный такой. Не знаю, как назвать. Похож как цепочка какая-то, либо цветочки. Не знаю. Вот смотрите, назовите вы мне, девчонки, потому что я не знаю. Итак, число петель у нас должно быть кратно 12 и плюс 7 петель. В 12 петель входят вот эти две полосы, которые в шахматном порядке вот так вот чередуются. Плюс 5 петель для симметрии узора и плюс 2 кромочные. Это входит 7 петель и 12 петель это рапорт. Итак, кромочную петлю снимаем, вяжем 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Три изнаночные, одна лицевая, но под рядом ниже, то есть в дырочку мы продеваем спицу. И вывязываем, то есть в полупатентную лицевую петлю. Три изнаночные и пять лицевых. Изнаночная, кромочная. Второй ряд. Изнаночные, как лежат петли, то есть по узору. То есть это у нас 5 изнаночных, 3 лицевые, одна изнаночная, 3 лицевые и 5 изнаночных. Так, третий ряд. Все тоже по узору. Пять лицевых, 3 изнаночных. Вот это одна изнаночная, между 3 изнаночные и 3 изнаночные. Полупатентная, наряд ниже. Три изнаночные, 5 лицевых. Четвертый ряд по узору, как лежат петли. Пятый ряд по узору. Петля между изнаночными, где одна петля, она везде, видите, полупатентная. Вы ее не пропустите. У нее хорошо очень видно. Полупатентная, то есть наряд ниже. Так, в изнаночном ряду мы делаем вот этот фокус. Для этого это 6 изнаночный ряд. Провязываем 2 изнаночные. И здесь вот, кстати, эта полоса, где у нас в лицевом ряду она лицевыми петлями, изнаночными, изнаночными. Делаем со средней петли здесь 2 изнаночные, 2 изнаночные. И среднюю петлю мы снимаем со спицы и распускаем. 1, 2, 3, 4, 5. Опять продеваем спицу в эту петельку, одеваем на левую спицу и провязываем это все дело изнаночными. То есть мы спустили все петли, одели петелечку и провязали изнаночной, 2 изнаночные. Сейчас еще раз покажу. 3 лицевые, изнаночные, 3 лицевые. И следующий вот этот вот бутончик, 2 изнаночные, среднюю петлю из 5 мы спускаем. 1, 2, 3, 4, 5. Одеваем спицу сюда. Одеваем на левую спицу. И провязываем изнаночным все вместе. И 2 изнаночные. Таким вот образом у нас образовались эти бутончики. 7 ряд лицевой. Теперь у нас 2 изнаночные. 1 лицевая. 3 изнаночные. 5 лицевых. Здесь уже просто лицевая. 3, 4, 5. 3 изнаночные. То есть мы меняем местами все. 1 лицевая и 3 изнаночные. Включая кромочную 2 и 3. Восьмой ряд. По узору. Девятый ряд. 2 изнаночные. Полупатентная петля. 3 изнаночные. 5 лицевых. 2 изнаночные. Ой, 3 изнаночные. Полупатентная. И здесь уже 2 изнаночные. И кромочная третья. Десятый ряд по узору. Десятый ряд по узору. Здесь, соответственно, полупатентная петля. И все остальное по узору. И в двенадцатом ряду мы делаем снова то же самое, что мы делали здесь. Две лицевые, изнаночные, 3 лицевые. Здесь, где у нас 5 изнаночных, 2 из них мы провязываем. Третью, среднюю, спускаем. 1, 2, 3, 4, 5. Петельку одеваем. Одеваем все на спицу. И все вместе провязываем изнаночные. 2 изнаночные. Здесь, далее по узору. И далее повторяем с первого ряда. Вот 12 рядов наш узорчик. Вот таким вот образом оно потом чередуется. И получается вот такой вот симпатичный узорчик, девчонки. А на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.